Добрый день! Мы сегодня поговорим о очень актуальной теме для нашего города, о судьбе нашего мэра и о ходе процесса судебного в Москве над Игорем Пушкаревым, Андреем Пушкаревым и Андреем Лушниковым. Я просто вам вкратце напомню, что дело-то началось именно в этом году, 28 февраля, было первое слушание в московском суде, какой там у нас суд районный? Тверской районный. Тверской, подсказывает мне коллега, совершенно верно. И вот за это время что было сделано? Вот просто по этапам. Была стадия исследования материалов, было зачитано почти 100 томов. Это было долго, нудно, тяжело, но это было важно, потому что мы знали, что представило обвинение, что оно посчитало нужным, вменить вину обвиняемым. Дальше начался такой очень важный момент судебных тяжб, когда обе стороны и защита, и обвинение представили своих свидетелей. И так получилось, что это были почти одни и те же люди, просто к ним были вопросы и со стороны обвинения, и со стороны защиты. И что самое интересное, я могу отметить, потому что я это знаю по стенограммам, практически никто из этого числа свидетелей, их там, по-моему, под 90, никто не сказал, что он считает виновным людей, которые обвиняются в серьезных преступлениях. Причем это очень важно, это очень важно. Ну и последнее, вот сейчас буквально 20 декабря было, в самом деле, последнее в этом году заседание суда, где тоже были свидетели со стороны защиты. И теперь первое заседание суда будет уже только в январе, 9 января, и дай бог, к февралю, к марту мы уже узнаем судебный вердикт. И нам остается надеяться, что это будет законный вердикт, и что очень важно, справедливый. Но сегодня я пригласил людей, с которыми хочу поговорить вот о чем. У нас в гостях Андрей Александрович Павленко, замгенерального директора компании «Восток Цемент». Можете сказать, здравствуйте? Добрый день. Да. Жанна Владимировна Бевза, тоже замгенерального директора, но уже по вопросам экономики. И наш эксперт по правовым вопросам Антон Алексеевич Бушмаков, юрист и адвокат. Вот такие люди, да, доброе утро, да. Вот такие люди. И главный вопрос, который мы будем сегодня обсуждать, так есть ли ущерб в этом деле? И кому этот ущерб причинен? Потому что вот из тех трех статей, которые висят на Игоре Сергеевиче, самое тяжелое – это нанесение ущерба, там почти в полтора-ста миллионов рублей, которое якобы он своими действиями причинил, видимо, мупу, видимо, мупу дороги Владивостока. И парадокс в том, что мупу дороги Владивостока не признает этого ущерба. И мэрия не признает этого ущерба. И весь судебный процесс как раз вертится вокруг этих главных моментов. Есть ущерб или нет ущерба. А вот как раз Жанна Владимировна Бевза и Андрей Александрович Павленко и отвечали на вопросы и адвокатов, и обвинителей. Что же вот там вот с этими деньгами происходит? Жанна Владимировна, давайте, наверное, с вас начнем. Вот смотрите, чтобы нам внятно рассказать нашим радиослушателям, давайте просто им расскажем. Дороги Владивостока покупали стройматериалы у «Восток-цемента». Ну, тут Владивостокский будущий пылочный завод и какое-то еще предприятие. И не платили за это все, или не платили полностью. Как, вот что за сумма, которая фигурирует в обвинении, как она складывается? Можно считать это ущербом, потому что я знаю, что, с другой стороны, речь идет о том, что именно «Восток-цемент» понес большие материальные последствия из-за этих вот расчетов само по Владивостоку. По порядку. Ну, тогда я предлагаю начать сначала, да? Каким образом формировался долг, который в дальнейшем был прощен, и как формировался ущерб, который понесла компания «Восток-цемент»? Блестящая формулировка. Поехали. Да. То есть, с 2008 года, даже ранее, начались отгрузки в адрес МОК «Дороги Владивосток», по которым данная компания осуществляла оплату не в полном размере. Сразу хочу сказать, что с 2008 года долг прирастал ежегодно очень значительными суммами. Приведу цифры. На конец 2008 года задолженность МОК «Дороги Владивосток» перед компанией «Восток-цемент» составляла 15 миллионов рублей. Я проверяю. Да, да, да. По памяти у меня табличка лежит. На конец 2010 года данная задолженность уже составляла 386 миллионов рублей. На конец 2011 года это 600 миллионов. На конец 2012 – 700. Далее в 2013-2014 году это уже более 900 миллионов. В 2015 году это уже 1 миллиард 78 миллионов рублей. И в 2016 году сумма долга составила 962 миллиона. Это как раз та сумма, которая впоследствии была опрощена. Такими темпами нарастала дебиторская задолженность. Отгрузка осуществлялась в большей сумме. То есть сумма оплаты ежегодно, средняя сумма оплаты ежегодно МОК «Дороги Владивосток» в адрес «Восток-цемент» по отгруженной продукции составляла в среднем 180 миллионов рублей. Или 62% от общей суммы отгруженной продукции. Соответственно, осуществляя постоянно отгрузки и получая оплату чуть более половины, данная задолженность нарастала такими темпами. Так. И вот теперь я должен задать, видимо, тот же вопрос, который задавал и государственный вентильник. Почему компания «Восток-цемент» позволяла себе работать с клиентом, который не оплачивал полностью поставляемые материалы? Что это такое? Андрей Александрович, вы, наверное, поясните. Вот перед вами микрофон, он от вас слева. Пожалуйста. Добрый день еще раз. Ну, действительно, такой вопрос стоит во главе. И мы, как работники «Восток-цемента», прекрасно все помним и знаем. А было все, как вы тоже можете помнить, что это была подготовка к саммиту ОТЭС 2012 года. И лично президент давал поручение и главе города, и крупным предприятиям участвовать именно в подготовке в стройках. Давайте я уточню. Значит, подготовка к саммиту ОТЭС – это 2008-2012 год. А с 2012 по, наверное, 2016 год все равно уже продолжалась отгрузка, да? Что потом было, кроме строя КТЭС? Ну, кроме строя КТЭС, да, у нас каждый год, как вы знаете, проходят… Восточные экономические форумы? Восточные экономические форумы, да, которым тоже необходимо готовить город, необходимо готовить наши, соответственно… Магистрали, дороги, да, тротуары. Да, да. Вот. Поэтому Игорь Сергеевич принял такое решение, так как денег в бюджете не хватало, он принял решение, что его предприятие будет отгружать необходимый материал, и он отгружался в долг. Так, подождите. Значит, смотрите. Игорь Сергеевич на тот момент возглавлял администрацию города Владивосток, и по закону он уже не мог, по идее, руководить предприятие. Как же это происходило все-таки? То есть, как он мог давать поручения предприятию, которым он не руководил? Это ведь тоже важный момент, который спрашивает обвинения. Да, да, на самом деле это важный момент, и действительно Игорь Сергеевич, он не был руководителем генеральным директором «Восток-Цемента», но… То есть, он по закону передал все свои полномочия семье, каким-то другим лицам, но… Всем известно, да, что он оставался собственником всех предприятий. Антон, поясните мне, он мог оставаться собственником, да, будучи, занимая должность избранную? Я думаю, что здесь немножко коллега говорит о другом, да, наверное, не о юридической собственности как таковым. Конечно, будучи главой администрации города, он не может ни руководить предприятием, ни быть учредителем в уставных документах каким-то… То есть, он фигурировать, иметь отношение к этому предприятию юридически не мог и не должен был. Но, тем не менее, если я правильно понимаю то, что вы сейчас говорите, он давал указания руководству предприятия, да, такая формировка точная, отпускать стройматериалы в долг. Слово «долг» здесь может прозвучать? Применим, конечно, потому что все отгружалось как раз в долг. И вот, да. И, со слов Игоря Сергеевича, оплачивалось по возможности бюджета города Владивостока. Ну, тогда получается, вот здесь такой интересный парадокс, что Игорь Сергеевич, возглавляя город Владивосток, в должности главы администрации Владивостока, сознательно загонял в долги свое бывшее предприятие «Восток-Цемент». Ну, не бывшее предприятие, да, потому что… Ну, бывшее, не бывшее, не знаю. Оно как было в кругу семьи, так оно и осталось. Но он-то вышел все равно. Правильно. Предприятие, принадлежащее своей семье и родственникам. Вот так вот, да. Более правильно, да. Как это понять, чтобы люди поняли? Обычно мы говорим, что чиновник, который занимает должность, наоборот, хочет пополнить бюджет своего предприятия. А здесь мы видим совершенно обратный процесс. Ну, я думаю, что многие знают, какой был Игорь Сергеевич. Был и есть, да. Был и есть, конечно, есть. Он всем сердцем и душой любил город Владивосток. Любил и любит. И будет любить. Причем вся его семья, все дети, супруга, они проживали и проживают в городе Владивостоке. Поэтому он все хотел сделать для того, чтобы город преобразился. Поэтому он принял такое решение, и он это нам неоднократно озвучивал, что это его социальная нагрузка. Это социальная нагрузка наших предприятий. Отгружать продукцию, необходимую городу Владивостоку. При этом денег, конечно, на оплату всей продукции не было. Но город надо было подготовить. Он это поручение получил от президента лично, и он его исполнял как мог. В самом деле, что Игорь Сергеевич звонил и как-то приходил и говорил, что да, 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 все равно отправляйте, деньги будут или вообще их не будет. Как это происходило? Да, это действительно так было. Игорь Сергеевич присутствовал на совещаниях в компании «Восток цемент» и давал распоряжение отгружать продукцию, несмотря на наличие долга, отгружать по потребности компании «Дороги Владивосток». И сразу оговаривался, что оплата будет осуществляться по мере финансовых возможностей данной компании. Но все-таки он говорил, что долг будет погашен? Нет, речь шла именно о финансовой возможности в погашении не долга, а отгружаемой продукции. И он уже понимал на тот момент, что долг будет, потому что финансовых возможностей у него в дороге Владивостока просто нет физически. И сразу была оговорка на то, что тот долг, который будет накапливаться в дальнейшем, он будет прощен. Он так и говорил. Он так и говорил. Я могу подтвердить, действительно, он говорил, что нам придется, мы в конце концов долг спишем. То есть каким образом предприятие спишет, мы, вот Жанна Владимировна, как раз этот вопрос прорабатывали. Да, и есть единственная возможность, когда коммерческое предприятие может его простить. Сейчас, я хочу просто еще уточнить для себя, для радиослушателей и телезрителей, что глава города Владивостока загонял предприятие своей семьи в долги. Этот долг достиг почти миллиарда. И вот подскажите подробно, вот весь этот механизм, сколько рост, и как этот рост долг. Ведь вы не получали оплату за стройматериалы, а это означало что? Кредиты, проценты, выплата НДС, выплата налога на прибыль из того, что вы не получили. Я правильно понимаю? Все совершенно верно. То есть та сумма, о которой мы говорим, 962 миллиона, это та сумма, которая фигурирует в документах, связана напрямую с МОК дороги Владивосток и оценивает сумму прощенного долга. Но есть еще масса попутных факторов, которые увеличивают сумму ущерба. Вот давайте начнем сначала. То есть не миллиард, а даже больше, да? Совершенно верно. Давайте начнем сначала. То есть любая сделка с коммерческой организацией подразумевает получение прибыли. Прибыль в данный момент у нас рассчитывается расчетным путем. То есть предприятие, отгрузив продукцию, обязано с общей суммой отгрузки сразу же исчислить налог на добавленную стоимость. Не зависит от того, покупатель рассчитался с вами, не рассчитался. Конечно. Понятно, учетная политика по отгрузке, просто говоря, да? Соответственно, наше предприятие, отгрузив продукцию, обязано было исчислить налоги. НДС и налог на прибыль именно с расчетной суммой прибыли, которая отражалась в бухгалтерских документах. Так вот, сумма этой расчетной прибыли, которую мы деньгами ни рубля не получили, она составляла 127 миллионов рублей. Это общая сумма расчетной прибыли со всей сделки по компании МОП «Дороги Владивосток». Так. Зафиксировали. Следующая цифра – это сумма опрощенного долга. Это 962 миллиона. Это прямые убытки компании «Восток Цемент», которые она погасила своей собственной прибылью. Две цифры – 127 и 962. Вот прямые убытки в совокупности составляют 835 миллионов рублей для компании «Восток Цемент». Далее, компания «Восток Цемент» обязана была, не получив деньги от МОП, заплатить налог на прибыль, уплатить НДС. Сумма этих налогов составляла 176 миллионов рублей. Это еще дополнительные убытки. И еще один очень существенный фактор – это при наличии такой дебиторской задолженности, конечно, компания «Восток Цемент» обязана была осуществлять выплату заработной платы, уплачивать налоги, оплачивать материалы по той продукции, которую производила непосредственно для МОП «Дороги Владивосток». Соответственно, нужны были деньги, живые деньги. Поэтому компания была вынуждена кредитоваться в банках, кредитоваться в коммерческих банках на рыночных условиях, поставки от 10% в разные времена до 14%. Поэтому мы активно кредитовались, и кредитный портфель у нас был не меньше всегда той суммы дебиторской задолженности, которая у нас имелась со стороны МОП «Дороги Владивосток». Так вот, общая сумма процентов за период наличия этой дебиторской задолженности у нас составила 450 миллионов рублей. То есть мы ежегодно, постоянно финансировались у коммерческих банков на сумму долга – 450 миллионов рублей. Если все эти факторы сложить, то у нас получается общая сумма ущерба в пределах полутора миллиардов рублей. То есть это те цифры, которые в виде убытка получила компания «Восток Цемент», которые отражены в бухгалтерской отчетности, отражены в учете бухгалтерском и подтверждены аудиторскими проверками. Вот такая сумма – полтора миллиарда рублей. Антон Алексеевич, вот я хочу вас спросить. А вот на ваш взгляд, а что могло двигать Игорем Сергеевичем Пушкаревым, что вот он так странно хозяйствовал с «Восток Цементом», у меня другой формулировки нет, загоняя предприятия своих родных в такие большие расходы и в долги даже перед банком? То есть 450 миллионов рублей только на обслуживание кредитов – это половина суммы, да? Это безумные деньги. Что им могло двигать? Андрей Владимирович, знаете, с Игорем Сергеевичем я как бы лично не знаком, но… Зря, но еще дай Бог предоставит саму возможность. Да, но из средств массовой информации, да, из того, что я вот читал и знакомился, я как бы для себя так понял, что человек очень родил за свой город и старался… Слово амбициозное здесь подходит? Ну, возможно, даже да. Да, потому что он, имея определенный финансовый ресурс, пытался как-то благоустроить и помочь своему городу, в котором, собственно, он и проживал. Получается, за свой счет. Ну, по сути, да. По сути, за свой счет. По сути, да. Это же крайне редко бывает. Ну, да, вы знаете, в наше время не часто встретишь людей, которые обладают, допустим, значительными финансовыми ресурсами, да, и которые с легкостью добровольно с ними расстаются, причем направляя на общественные дела, да, на общественные проекты. Это, конечно, ну, очень похвально и заслуживает внимания. Но я бы здесь, Андрей Владимирович, хотел сказать о другом. Как мне предполагается, сторона обвинения, ну, сторона прокуратуры, она строит свою линию обвинения не только на наличии вот этого вот ущерба, да, который, как они говорят, что был причинен МУПУ. Они пытаются привязаться к тому, что Игорь Сергеевич, будучи, занимая государственную должность, управляя городом, он влиял на принятие коммерческих решений в компании. А это тоже уголовная статья? Нет, вы знаете, конкретно за этой, ну, его, ему обвинение, именно по этой статье. Это превышение служебных полномочий, наверное, будет, да? Ну, здесь можно, знаете, по поводу квалификации по-разному подискутировать, да, там очень тонкие моменты, но я хотел сказать о другом. Они пытаются, видимо, опять же, это мое мнение, привязаться к тому, что некая коммерческая компания, которой он когда-то руководил, несмотря на то, что управленческие должности он в ней оставил, и в настоящее время является главой города, то есть он, по факту, мог влиять на принятие решений в этой компании. Ну, наверное, мог, если он загонял ее в долги. Ради своих слов, слово амбиции может плохо звучать, но он хотел, чтобы город при Пушкареве был лучше. Совершенно вот просто так сказать. Да, и они, сторона обвинения, как мне, опять же, представляется, что они, используя вот этот механизм, что он мог влиять на решение, да, якобы пытаются обыграть и представить это в том свете, что МУП специально загонялся в долги, чтобы Восток цемент... Потом его разорил и получил, обанкротил. Да, 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 совершенно верно. Но, опять же, это предположение. Сейчас, нет, в самом деле, я читал тоже материалы, и возникает такой главный вопрос. А было ли что за душой у МУП «Дороги Владивостока», чем потом кредитор, да, мог поживиться, Жанна Владивировна? Этот вопрос не обсуждался у вас? Ну, он не обсуждался. Ну, это не должно, в конце концов, ну, это же нельзя работать себе в убыток. Я понимаю, что у нас существует такой дебитор, как МУП «Дороги Владивостока», да, в наших правилах исследовать этого дебитора, да, какие у него вообще финансовые состояния. Соответственно, я тоже обращалась к отчетности МУП «Дороги Владивостока», и могу сказать, что имущество, финансовых возможностей у данного предприятия для погашения такого долга, даже половины его, не было и быть не могло. Предприятие было хронически убыточным. То есть, подать в суд на них, не знаю, там... Это бы не принесло никаких результатов. С этим сказать, да, спасибо, мы... вот вам два рубля, до свидания. Я добавлю, да, то есть, пожалуй, правильно говорит про экономику, но вот я как юрист изучал, конечно, устав МУП «Дороги Владивостока». Отвечал ли он чем-то, и город отвечал за его долги или нет, да? Конечно, и там в черном побелом написано, что администрация города не отвечает по долгам муниципального предприятия. То есть, предполагать, что... вот я произвел вашу мысль, что Игорь Пушкарев загонял МУП «Дороги Владивостока» в долги, чтобы потом администрация вернула ему слегкой... Такой возможности не было. Не было. Физически, юридически не было. Я вам скажу вам больше, да. Умысла не было, да, очень важный момент. То есть, у нас сейчас открытые базы всех арбитражных дел есть, и на сегодня нет и не было ни одного дела, по которому по долгам муПа привлекли бы администрацию города Владивостока. То есть, бюджет города Владивостока не пострадал бы даже в том случае, если бы Восток Цемент подал иск на возмещение долгов, да? Сейчас мы поговорим об очень важном моменте, как мне кажется, почему так долго Восток Цемент тянул с взысканием или с прощением этого долга. Но сначала мы послушаем замечательную рекламу. Мы вернулись. Мы говорим, к чему пришло дело Игоря Пушкарева, Андрея Пушкарева, Андрея Лушникова в суде. Оно пришло к очень важному моменту, что вот был ущерб, либо не было ущерба. И в студии радио «Лемма» я, Андрей Калачинский, и также целых два зама генеральных директора Востока Цемента. Это Жанна Владимировна Бевза и Андрей Александрович Павленко, и наш эксперт по юридическим делам Антон Алексеевич Бушмаков. И вот теперь, когда мы выяснили, что Игорь Сергеевич все усилия прилагал к тому, чтобы почти разорить свой родной Восток Цемент, я задаю самый важный вопрос, который, наверное, волнует и обвинение. Скажите, пожалуйста, уважаемый представитель Восток Цемента, «Если заранее было понятно, что МУП «Дороги Владивостока» не расплатится с долгами, как вы готовились к процедуре, не знаю, прощения долга, забвения долга, невзыскания долга? Это ведь тоже прописывается какими-то материалами, то есть юридически прописано. И вот просто так сказать, спасибо, ребята, вы нам не должны, мы вам тоже… Это ведь так же, ведь тоже нельзя поступить, да? Потому что вас тогда могли заподозрить в чем-то, в каких-то махинациях, и возникло бы уже другое уголовное дело, почему вы… Когда вот экспортируют за границу товар, но не получают деньги, это всегда момент подозрительный. Ну, Андрей Александрович, пожалуйста. Дмитрий Александрович, ну, правильный вопрос задаете. Правильный? Действительно, когда этот долг стал формироваться, мы, работники Восток Цемента, поднимали вопрос, будем взыскивать или не будем взыскивать. Игорь Сергеевич всегда отвечал, что долг взыскиваться не будет, и мы никогда не предъявляли ни претензий, ни исковые заявления, то есть мы никогда в суд не выходили и не планировали. Это первый момент. Хорошо. Как выкручиваться из этой ситуации? Дальше… У вас же акционерное предприятие. Да. Все мы прекрасно понимаем, что в соответствии с законом, налоговым кодексом, гражданским кодексом, безвозмездные сделки между юридцами запрещены. Вот это очень такой, да, тонкий момент. Поэтому мы не имели такого возможности, как отгрузить бесплатно, иначе пострадал бы и МУП, и пострадали бы мы. Поэтому было принято решение, что мы отгружаем продукцию, но за нее деньги не получаем. Можно я задам совершенно глупый детский вопрос, иногда я себе позволяю. Нельзя это было делать в рамках спонсорской помощи города Владивосток? Такой нет программы? Мы как социально ориентированные предприятия, мы действительно оказываем спонсорскую помощь, но оказываем… Нет, в данном случае мы оказываем… А у вас получается коммерческим предприятием, да? … некоммерческим предприятием, конечно. Ак дарения, да. Мы оказываем этот акт не коммерческим предприятиям, конечно. Поэтому мы приняли решение, что долг будет накапливаться, и мы его спишем путем прощения. Что мы сделали? Мы в 2014 году… Стоп, я задам. А когда было принято решение, что именно эта формула путем прощения? Это было принято… Десятый, девятый, восьмой, одиннадцатый… Это было принято на очередном у нас совещании при Игоре Сергеевиче в 2012 году. 2012 год? Да, что долг будет в конце концов прощен. То есть за два года до его задержания? Правильно говорю? Нет. За четыре года. А, за четыре года. За четыре. 2012 год, это 2016 год, правильно. За четыре года. Задержали 1 июня 2016. Да, за четыре года. За четыре года. Поэтому мы начали… Так как процедура прощения, она очень сложная, сейчас мы подробненько расскажем, мы начали готовиться заблаговременно. Во-первых, мы ждали окончания всех отгрузок, но… Оно не приходило? Оно не приходило, не приходило. Потому что мэр говорил, грузите, грузите. Правильно. Мы поэтому в 2014 году первый раз передали эту задолженность своего агента. Наверное, многие знают, что заводы напрямую, производя товар, они продают через ДВЦ-мент. Поэтому ДВЦ-мент как агент, он не имеет права распоряжаться этой задолженностью и списывать. Поэтому он его должен передать на завод, на принципал, что он и сделал. Поэтому в 2014 году данная задолженность в размере более 600 миллионов рублей было передано на предприятие. И предприятие сразу сформировало резерв по сомнительным долгам по данной задолженности. Сейчас такая тонкость, бухгалтерская. И дальше, чтобы всем было понятно, любое предприятие не может просто так простить. Для этого нужно, чтобы акционеры созвали общее собрание и приняли решение о прощении долга на общем собрании акционеров. И при этом, очень важный момент, это все списывается за счет прибыли предприятия. То есть вы должны были накопить такую чистую прибыль, чтобы покрыть миллиардные убытки. Правильно. Да? Совершенно верно. Поэтому в 2014 году, когда передав эту задолженность, мы увидели, что прибыли недостаточно. То есть прибыль не покрывала данную сумму, поэтому мы не могли себе позволить простить. Поэтому мы, передав, мы оставили пока все как есть. Далее, в 2015 году мы прекратили взаимоотношения с МУПом. То есть в конце 2015 года была последняя поставка. И в начале 2016 года мы оставшуюся задолженность передали на заводы. Таким образом, мы на заводы передали 962 миллиона и могли подготовиться к прощению долга. Давайте, сейчас секундочку еще раз. Значит, 1 июня 2016 года глава города был задержан, потом арестован. А вы впервые, его предприятие заговорило о процедуре за 4 года до его ареста. И за 2 года собрание акционеров приняло решение о процедуре. Я правильно понял? Дальше. Или почти правильно? Почти правильно. В начале 2016 года, когда мы прекратили, уже было понятно, что мы прекратили взаимоотношения, мы передали всю задолженность на заводы, было созвано годовое собрание акционеров. Оно прошло весной, на котором акционеры утвердили накопленную прибыль и акционеры увидели, что прибыли достаточно для возможности прощения долга в размере 962 миллиона рублей. Опять-то это было до задержания мэра Пушкарева. До задержания. После чего я, как руководитель юридической службы, созвал уже внеочередное собрание акционеров, которое у нас по закону созывается за 40-50 дней. И вот как раз на котором акционеры приняли решение о прощении всех 962 миллиона рублей за счет накопленной чистой прибыли предприятий. А как, Жанн Владимирович, вы приняли решение, какое-то должен быть совместный акт, что вот они теперь вам не должны, как-то оформлялось юридически, или только было ваше решение? Нет, ну, юридически это оформляется, Андрей Александрович сейчас подскажет, да, как это юридически. С точки зрения бухгалтерского учета, на основании всех оформленных документов мы осуществляем бухгалтерские операции и списываем эту задолженность в бухгалтерском учете. Далее эта бухгалтерская отчетность подлежит аудиту ежегодному, которые подтверждают наличие либо отсутствие в том числе, да, этой задолженности в отчетности. Знаете, еще раз я задам глупый вопрос. Ну, вас же могли обвинить в том, что вы специально эти деньги не взыскиваете, там, по каким-то своим хитрым делам. Вот, и в данном случае процедура прощения, она вот как раз гарантировала, что уже в данном случае к вам не будет правоохранительных органов, правоприменительных мер каких-нибудь. Это не было подозрительной процедурой для них. Это нормальная процедура, такая, такая, она прописанная процедура. Конечно, я скажу, да, конечно. Данная процедура прописана в нашем законе, да, и мы прошли ее полностью в соответствии с буквой закона. То есть мы ее передали с агента на заводы, дальше мы созвали общее собрание. А вот про тот документ, который вы спрашиваете, документом как раз является протокол общего собрания акционеров, на котором был прощен долг. Дальше общество готовит уведомление и уведомляет МУК. То есть это у нас односторонняя сделка. Понятно. Мы уже уведомили. Ваше решение. Мы уведомили, да, о своем решении. Понятно. Я почему об этом спрашиваю? Потому что и прокуратура, и сторона обвинения, она ведь тоже об этом спрашивает. Тянули, тянули, накопили долг, потом хитро его простили. Может, вы на этом еще и заработали? Ну, получается, что нет. Ну, заработать на этом невозможно. Это наши прямые убытки. Подождите. А дальше хочу я процитировать одну очень важную реплику, которая как раз была произнесена, видимо, когда вы давали показания, Андрей Александрович. Ну, вот я просто хочу, чтобы радиослушатели поняли, насколько здесь все непросто. Итак, значит, гособвинитель говорит, обращаясь к представителю Восток-Цемента, исходя из ваших показаний, следует, что вы должны были получить прибыль около 2,5 миллиардов рублей от контрактов с МОП «Дороги Владивостока», но получили всего 1,5 миллиарда. Так вы же все равно получили 1,5 миллиарда рублей. И вот гособвинитель говорит, а что вы тут нам рассказываете, какие вы хорошие, когда 1,5 миллиарда вы получили? Что здесь не так в этой логике? Не так то, что многие путают, что такое прибыль и что такое деньги. Предприятия могут... Как сказать, прибыль и? И деньги. Это разные вещи абсолютно. А прибыль не в деньгах? Она может быть в деньгах, а денег может и не быть. Доход и прибыль? Доход – это другое. Так, еще раз. Давайте еще раз. То есть, когда мы отгружаем продукцию, мы у себя показываем доход от реализации. Это общая сумма отгруженной продукции. Это доход. Общая сумма отгруженной продукции. Далее, когда мы отгружаем эту продукцию, мы несем определенные расходы для того, чтобы произвести эту продукцию. Это себестоимость продукции. И разница между доходом и себестоимостью – это и есть прибыль. она может быть минимальной. Так вот эти 2,5 миллиарда это всего лишь сумма отгруженной продукции. А 1,5 миллиарда вы получили деньги? А 1,5 миллиарда из этих 2,5 миллиардов мы получили всего лишь 1,5 миллиарда. И их нам не хватило даже для того, чтобы заплатить те расходы, которые мы понесли. То есть это ниже себестоимости? Здесь никакой прибыли нет? Здесь эта сумма даже не покрыла себестоимость. То есть вы по-прежнему в убытке здесь 1,5 миллиарда? Конечно. Ну это важный момент, потому что если главное обвинение в адрес Игоря Сергеевича в том, что вот он нанес ущерб, вот я хочу вас всех спросить, а кому он нанес ущерб? Если представитель администрации города говорит, ущерба нет, представитель МУП Дороги Владивостока, даже выступая в судебных принятиях, говорит, ущерба нет. Может, вы мне, Антон Алексеевич, подскажите, как может сторона обвинения считать, что ущерб есть, когда пострадавших нет? Вы знаете, вот этот вот процесс, над Пушкарем вообще, с точки зрения профессиональной сферы, для меня очень интересен, потому что я впервые такое, конечно, встречаю в практике, когда человеку вменяется ущерб предприятию, что он нанес ущерб предприятию, а по факту, как говорят свидетели, и как подтверждается документально, что вроде как ущерба нет. Но здесь я думаю, что правильнее было бы вот именно защитникам Игоря Сергеевича прям точечно акцентировать на этом внимание. И вот когда... Так они пытаются, и мы пытаемся, я же только хочу разобраться. Вообще во всем судебном процессе, я, конечно, не знаю, как работает защита, но здесь было бы правильным запрашивать после каждого судебного заседания протоколы судебных заседаний и сверять именно то, что происходило в судебном заседании и то, что отражено в протоколе судебного заседания. Это на самом деле очень важный момент, потому что суды, ну, к сожалению, я встречал такое в практике, не всегда это сопоставляется, потому что одно отражается в ходе судебного заседания, а в протоколе что-то забывается, что-то не включается. Я уж не знаю, по каким причинам, но такой момент имеет место быть. Мы знаем, что сторона обвинения, она настаивает на причинение ущерба МУП Владивостоку. А МУП говорит, ничего не знаем, никакого ущерба нет. Здесь, конечно, точку в этом деле поставит суд в своем решении. И мы все верим, что решение будет законное, обоснованное и основанное на доказательствах. Хорошо, ладно, сейчас, секундочку. Смотрите, это ключевой момент. Значит, обвинение считает, что МУП пострадал на 150 миллионов где-то, ну, в среднем. Я хочу вот еще что спросить. Не буду далеко уходить, как они эти деньги посчитали, что это были за эксперты. Я хочу спросить вот о чем. Вы же работали на стройках ОТЭС, и это была огромная государственная важность компании. Насколько я знаю, когда идут такие грандиозные госстройки, не только КГБ, но еще разные другие уже бухгалтерские органы надзирают за тем, чтобы не было, да, фискальное, совершенно верно, налоговое, следят за тем, чтобы подрядчики не завышали цены. Вот есть, это же был мониторинг, Жанна Владимирович, вы помните этот момент? Конечно. Или вы помните, да, хорошо помните, да. Правильно вы задаете вопрос, потому что действительно... Кто там контролировал, наверное, антимонопольные? У нас есть очень серьезный орган, это федеральная антимонопольная служба, которая действительно следит за том, чтобы цены, которые поставляются на стройки, соответствовали рынку. И в преддверии саммита ОТЭС, это с 2008 по 2012 год, нас ежемесячно контролировали как антимонопольную службу Приморского края, так и Российской Федерации. Причем они регулярно запрашивали наши отпускные цены, сверяли их по рынку, и кроме этого они запрашивали нашу себестоимость и иные экономические данные. И причем ни разу, вплоть до сегодняшнего дня, антимонопольная служба не говорила о том, что у нас идет завышение цен. Этого не было и нет. Они, наоборот, подтверждали, что у нас цены соответствуют рынку. Но, тем не менее, сторона обвинения привлекла экспертов, которые, условно так, посметной стоимости насчитали превышение этих цен. Да, то есть сторона обвинения, она построила вот такую, вывела вот свою логику, но при этом она игнорирует факт, о котором мы сегодня говорим. Они просто не хотят замечать о том, что МОП Дороги Владивостока не заплатил деньги, о том, что эта сумма на сегодня прощена. Они просто это не хотят замечать. Жанна Владимировна, правда ли говорят, что во время этих строек саммита ОТЭС, более того, пошла команда продавать по минимуму, что-то не в ущерб себе, асфальт, дорожные материалы, то есть когда уже государство вмешивалось в рынок и заставляло снижать отпускные цены на стройматериалы? Ну, здесь я вам не скажу, потому что формирование цен не мой функционал, но скажу однозначно, что у нас есть четкая система утверждения цен на предприятии, есть отдел маркетинга, который работает и оценивает цены, предлагает эти цены к утверждению генеральному директору, генеральный директор утверждает прайс-лист. Реализация продукции может осуществляться либо по прайс-листу, либо ниже его путем предоставления скидок, что и было как бы предоставлено в адрес МУП Дороги Владивосток. Вот таким образом ценовое образование складывалось, и как бы это наша политика... В частном порядке здесь, можно сказать, не разговаривали с людьми из МУП Дороги Владивостока, с их представителями, чтобы просто обсудить, ну вот почему прокуратура считает, что есть ущерб, когда и вы считаете, и они считают, что нет этого ущерба. Ни городу, ни МУП ущерба нет. Как из этой ситуации выйти? Вот что здесь как-то не складывается концы с концами? Вот просто понять, что за логика такая у прокуратуры, мне непонятно. Это вот они путают доход и прибыль, что ли? Ну это же они все-таки разберутся в этом. Ну дай бог, чтобы разобрались, потому что до сегодняшнего дня мы пытаемся всех убеждать в том, что ущерб, если был нанесен, он был нанесен только во сток цемент. Только во сток цемент, и вот в той сумме, которую я озвучила. А вы насчитали почти полтора миллиарда, да? А мы насчитали, да. Миллиард прощенных долгов. Причем это не просто мы насчитали, мы можем подтвердить каждую цифру, что вот такой убыток мы получили от этой сделки. Хорошо. Давайте предположим, что следователи в своих подозрениях правы. Игорь Пушкарев стал главой администрации города Владивостока, чтобы невероятно обогатиться на муниципальных заказах от города, да? Тогда скажите мне, пожалуйста, вот честно, вот эти сделки с городом Владивостоком, а точнее с МУП «Дороги Владивостока», какую они занимали вообще долю или какой процент в общем объеме деятельности компаний, которые принадлежат семье Пушкаревых? Это же, вот тогда мы поймем, наверное. Ну, давайте я приведу... Если это не коммерческая тайна... Это не коммерческая тайна, я могу привести конкретные цифры. Давайте. То есть доля в общем объеме проданных товаров, то есть в общей массе отгруженных товаров, доля МУП составляет 3,2%. 3%. То есть 64,5 миллиарда мы отгрузили всем покупателям. На сумму 64 миллиарда. На сумму 64 миллиарда, да. И 2,1 миллиарда без НДС мы отгрузили в адрес МУП «Дороги Владивостока». Если бы его не было, это не сильно бы повлияло 3% туда-сюда? Ну, это бы никак не повлияло, потому что 5%, как правило, это погрешность даже считается в пределах 5%. Но это еще не все. Это цифра дохода в общей массе отгруженных товаров. А еще есть цифра прибыли. Так вот, сумма прибыли в общей массе прибыли, которая была получена компанией «Восток Цемент» за эти годы, составила 1,4%. Это уже с учетом убыток какой? Причем это прибыль расчетная, которая не была покрыта ни рублем денежных средств. То есть 1% вы могли рассчитать... То есть Игорь Пушкарев, хитрый человек, стал главой администрации, чтобы получить 1% расчетный от деятельности СМУ Владивостока, и того он не получил. Так правильно будет? Что-то хотели добавить, Андрей Александрович? Нет? Ну, как раз хотел тоже подытожить, что еще раз сказать, что о том, что вот эта сумма все-таки прощенного долга, да, мы пытаемся объяснить и показать следственным органам, что ее нужно брать во внимание. Они на сегодня пока игнорируют ее, и говорят о завышении цен, и говорят об ущербе. Но по нашему мнению, что эта сумма перекрывает с лихвой любой убыток, который они даже себе там нарисовали. Поэтому вот задача адвокатов, про которую говорите, что действительно достучаться и показать на цифрах. И мы, кстати, привлекаем и аудиторов, которые действительно подтверждают, что сумма долго прощена. Понятно. Но впереди как раз будет еще вот уже реальное прение сторон, и, видимо, сторона защиты уже предъявит и новые экспертизы какого-нибудь другого уровня. Ладно, у нас время совсем немножко осталось. Мне просто удивительно сказать еще вот такую вещь. Тут недавно закончились, слава богу, повторные выборы губернатора Приморского края. А в рамках этих выборных кампаний всегда проводятся замеры общественного мнения. Так вот, по тем данным, которые стали мне известны, люди просто опрашивали, кто у нас в Владивостоке кому доверяет, так вот, более половины опрошенных ответили, что считают Игоря Пушкаревым лучшим главой администрации города Владивостока за последние 20 лет. Более половины. Причем это был вопрос, так сказать, случайный. Случайный. Это приятно. А я хочу сейчас спросить вот в конце Антона Алексеевича вот о чем. Вот в ходе этого процесса, ведь были не только те люди, которых вот приводили в здание суда, как свидетелей, были те люди, которые сами хотели сказать что-то в защиту Игоря Сергеевича. Вот есть такой известный актер Александр Михайлов. Многие помнят его в хорошей роли, в таких драматических, вирических фильмах. Он дважды или трижды прорывался в зал суда, наконец он сказал, что хорошо относится к Пушкареву. Потом из Владивостока, буквально на днях, который выступал президент в ГУЭС Лазарев Геннадий Иннокентьевич, он говорил добрые слова. Кондратенко, который возглавляет председатель общества ветеранов, говорил добрые слова. Это как-то влияет на суд, когда уважаемые, значимые люди выступают в защиту обвиняемого человека? Или это все-таки так, Верика? Андрей Иванович, без сомнения, конечно, это влияет, эта информация, да, она используется судом в части, как характеризующей личность подсудимого. Поэтому, конечно, несомненно. А дополнительно, с учетом того, что эти люди достаточно известны в определенной сфере, то это, я думаю, что даже вдвойне усилит вот эти моменты, которые... Суд будет обращать, есть же такое, да, обращать внимание на личность подсудимого? Обязательно, потому что при постановке решения, когда уже при вынесении решения приговора, да, учитывается обязательно все обстоятельства, в том числе и личность подсудимого. И характеристики с места работы. Если такая будет. Ладно, я думаю, что все будет нормально в феврале, в марте. Мы узнаем, чем этот процесс, если не века, то последнего десятилетия завершился. Впереди у нас еще будет о чем поговорить. Сейчас просто я хочу вкратце сделать вот какой вывод. Вот эта судебная тяжба, она говорит о том, что чрезвычайно тяжело в нашей стране с честными намерениями делать добрые дела. Потому что пример Игоря Пушкарева показывает, что он хотел за счет своего бывшего предприятия сделать много доброго для города Владивостока, правоохранительные органы посчитали, что это такое невероятное лукавство, что он за этот свой дар городу Владивостока еще и ходит под тяжелой статьей. Это чрезвычайно неприятно. И в нашем случае, конечно, самый основной вопрос судебных премий будет, есть ущерб, либо этого ущерба нет. Если бы это был уголовный процесс, можно было все сделать очень просто. Когда мы говорим, словно говоря, об убийстве, вот есть труп, значит, человека нет, значит, можно судить за убийство. А в нашем случае не то, что трупа нет. Человек живой и здоровый ходит, город Владивосток прирос новыми улицами и дорогами, но человека судят за то, что он нанес ущерб этому городу. Я думаю, что мы узнаем, каким будет вердикт и будем все вместе надеяться, чтобы он был не только законным, но и справедливым. Я благодарю людей, которые пришли сегодня поговорить об этом во всем и желаю всем нам веры и в закон и всего доброго в новом году. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова